Олимпийские уроки Сюда приехали олимпийские учителя, звезды советского и российского спорта. Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию саблей Виктор Сидяк. Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко. Призер олимпийских игр Стрелок Дмитрий Лыкин. И двукратная чемпионка мира по биатлону Елена Боцевич. Приглашенные чемпионы рассказали о спортивной карьере, победах и даже показали свои награды. Заниматься спортивной гимнастикой меня провела мама, когда мне было 4,5 года. Жили мы в очень таких, не очень хороших социальных условиях, жили в малосемейке. И, ну, кто не знает, я просто скажу, что в трехкомнатной квартире живут три семьи. И, в общем-то, было очень непросто выживать. И вот благодаря спорту, благодаря спортивной гимнастике, не знаю, какие силы во мне в тот момент пребывали, но у меня все сложилось так, и я благодарен спорту за ту мотивацию, которую он мне, в принципе, дал в жизни. И я познакомился с такими замечательными людьми, с теми людьми, которые делают великие вещи, особенно то, что касается спорта. Вы знаете, одно из самых немаловарных качеств спорта, который дает, это, наверное, работа над собой, работа над своими ошибками и желание идти дальше, вперед к своим целям. Мечтать мало. Надо сделать себя, подстать мечте, и тогда она сбудется. Поэтому мечтайте, занимайтесь спортом, покоряйте вершины, поступайте в институт, работайте, исполняйте все свои мечты. Удачи вам! Выслушав рассказ олимпийских чемпионов, учащиеся восьмых классов задали свои вопросы. Кого было, когда первую медаль заработали? Какое чувство? Ну, там, не знаю, радость, там даже слезы, может. Когда я выиграл, такая, ну, неописуемая, я встал в душе, моюсь, елки-палки, я стал чемпионом мира. Обалдел просто. Я радовался тому, что все те мои наработки с тренером, то, что мы шли к этому очень тяжело и упорно, они наконец-то сбылись. И, конечно, у меня это вызывало позитивные эмоции. Для большинства школьников олимпийский урок – не первое знакомство со спортом. Многие из них занимаются плаванием, легкой атлетикой и другими видами спорта. От знакомства с великими спортсменами, учащиеся под большим впечатлением. Было интересно услышать от Алексея Немова, как лучший, самый спортсмен лучшей планеты Земли. Это очень большое достижение. И на одних олимпийских играх взять сразу шесть наград, два золота – очень высокий результат. Мне очень интересно слушать, как спортсмены сегодня добивались, как они совмещали школу и тренировки. Олимпийские уроки – совместный проект Олимпийского комитета России и радиостанции «Спорт-ФМ». Цель – популяризация спорта среди детей и подростков и продвижение олимпийских ценностей и идеалов. Проект уникальный. И когда в этом проекте заняты такие люди, он понятен и на территориях, понятен детям. Участник олимпийского урока Алексей Немов отметил неподдельный интерес учащихся к спорту. То внимание, которое сегодня было в Омске у детей, оно действительно было настолько приятно. И неожиданно по-взрослому они смотрели, задавали вопросы. Это настолько было действительно очень здорово. После встречи с олимпийцами все желающие смогли взять автографы у чемпионов. Региональное министерство спорта теперь ожидает приток новичков в спортивные секции.